В ближайшее время, ну, может быть, ближайшие, я имею в виду месяцы, до конца года, мы наверняка с вами будем свидетелены того, как произойдет какая-то заморозка или конфискация накоплений у того или иного российского банка. Добрый день, друзья. Приветствую в нашей виртуальной студии Валентина Юрьевича Катасонова. Здравствуйте, Валентин Юрьевич. Да, приветствую всех. Представлять практически не надо, но для тех, кто, может быть, впервые к нам подключился, доктор экономических наук, профессор, руководитель Русского экономического общества. Валентин Юрьевич, сегодня мне хотелось бы поговорить по поводу валютно-финансовой обстановки в России, вокруг России. Ну, а конкретно мы могли бы оттолкнуться от поручения Владимира Владимировича Путина, нашего президента, которое касалось создания некой комиссии во главе с помощником президента Максимом Орешкиным, бывшим министром экономики. И в этой связи возникает большое количество вопросов, я их вам обращаю, как к человеку, который многие-многие годы работал руководителем кафедры валютно-финансовых отношений МГИМО, МИД, РФ и СССР. У меня вопрос первый такой. Что за фигура? Потому что я, честно говоря, никаких особых выдающихся знаков отличия за Орешкиным никогда не наблюдал. Не очень понимаю, что он делал на посту министра экономики, зачем президенту такой помощник, кроме относительной молодости, он, по-моему, 82-го года рождения, других заслуг не наблюдается. И является ли он специалистом, с точки зрения профессиональной, в данной области? Вот такой первый вопрос. Ну, я хотел бы сказать, что это не комиссия, это межведомственная рабочая группа. И составлена она из представителей ведущих ведомств экономического блока. Там, значит, в состав этой рабочей группы входит министр финансов, министр экономического развития, нынешний министр решетников. Входит туда председатель Центрального банка Эльвира Набиулина, ну и представители ряда министерств, министерства промышленности, министерства сельского хозяйства и так далее. Ну вот, казалось бы, если рабочая группа называется по разработке механизмов валютных расчетов, значит, механизмов в сфере валютных отношений, то казалось бы, что на пост руководителя этой рабочей группы надо было бы предлагать какого-то человека с опытом работы либо в Минфине, либо в Центральном банке. Ну вот, господин Орешкин, он действительно работал в МРТ, Министерстве экономического развития и торговли, потом уже без буквы Т, просто Министерство экономического развития. И, конечно, он тонкостей этих валютных механизмов просто не знает. Вот поэтому мне достаточно странно. Может быть, просто потому, что господин Орешкин будет выступать неким связующим звеном между этой межведомственной рабочей группой и администрацией президента и самим президентом, но не знаю. Но хотелось бы, чтобы все-таки был профессионал, а не просто какой-то связной. Вот такая вот ситуация. Значит, распоряжение президента было подписано позавчера, 9 мая. Вступило в силу в день подписания. Не знаю, когда будет первое заседание этой межведомственной рабочей группы. Не знаю, будут ли эти заседания открытыми. Будут какие-то пресс-релизы по этому поводу. Но я бы все-таки, наверное, опережая ваши какие-то вопросы, сказал бы, что такое распоряжение необходимо, но оно как бы несколько запоздало. Мне кажется, что его надо было бы принимать где-то в конце февраля, когда уже были выстрелы сенсационной войны, блокировка SWIFT, заморозка валютных резервов. Но это как минимум в конце февраля 2022 года. А по-хорошему, эту рабочую группу надо было создавать 8 лет тому назад. Конечно. В 2014 году начались первые экономические санкции против Российской Федерации. В этой связи второй вопрос, Валентин Юрьевич. Я понимаю, что это опять какая-то попытка оперативного реагирования, если получится оперативное и если получится реагирование, на фактически сложившуюся, во многом спонтанно сложившуюся ситуацию. Первые какие-то попытки наши отреагировать тоже спонтанно. В связи у меня вопрос, возможно ли создание такого рода рабочей группы при отсутствии стратегии нашей валютной политики. То есть она же у нас стратегия-то как таковая отсутствует. Мы пока идем по накатанным рельсам. И вот такой немножко странный может вопрос, но как отрабатывать тактику, если нет стратегии. Я бы даже немножко расширил ваш вопрос. Вы говорите про валютную стратегию. Валютная стратегия не может быть разработана через стратегии экономического развития. К сожалению, у нас нет стратегии экономического развития в условиях санкционной войны. И даже до сих пор непонятно, мы, собственно, ведем какую-то экономическую войну с Западом или мы с Западом сотрудничаем. Ну вот, примеров достаточно. Хотя бы такой пример, как поставки природного газа на Запад, в Европу. Специалисты говорят, что, в общем-то говоря, было бы правильнее использовать такое мощное оружие экономической войны, как вентиль на трубопроводе, перекрыть этот вентиль, я думаю, что война бы закончилась бы уже где-нибудь в марте или в апреле. Мы до сих пор поставляем этот природный газ, до сих пор идут эти бесконечные разговоры. История, с другой стороны, по поводу, значит, того, какая валюта платежа, какие условия расчетов. Вот, значит, гора родила мышь, потому что 23 марта президент Владимир Путин совершенно четко и однозначно сказал, что мы поставляем природный газ за рубли. А потом, значит, родился указ, подписанный тем же Путиным 31 марта. В указе говорится о том, что валютой платежа остается все та же денежная единица евро. А уполномоченный банк, Газпромбанк, он просто выступает неким таким посредником, который конвертирует евро в рубли. Вот и так на каждом шагу, понимаете, мы находимся в состоянии такого шизофренического раздвоения. Или мы воюем, или мы сотрудничаем. Вернее, не сотрудничаем, или мы сдаемся. Этот самый газ, поставляемый в Европу, он накачивает не только Украину, но и накачивает тех, кто сейчас отправляет, так сказать, десятки, сотни тонн вооружений, в том числе все более тяжелых, все более опасных, на фронт этого нисколько не скрывает. Там почему-то говорят о том, стоит ли нам перекрывать нефтяной экспорт России, не стоит. При этом подразумевается, что газовый экспорт России будет благополучно продолжен. И вот эта вот неопределенность. Экспорт увеличивается в стрем основном выражения, а может быть даже физическом. Потому что европейские страны пытаются затовариться природным газом, равно как и черным золотом. Поэтому сегодня такой всплеск экспорта, он всплеск как в своем основном выражении, так и даже в физическом выражении. Ну, это только говорит о том, что, видимо, той самой определенности, стратегической, ее по-прежнему нет. Хотя уже понятно, что такие действия, например, как заморозка наших золотовалютных резервов на 350 миллиардов долларов, это, ну, если это не акт войны, я уже даже не говорю о том, что господин Боррель, уже, так сказать, они там прикидывают, как бы оформить переадресовку этих активов на, так сказать, восстановление или оказание экономической помощи Украине. Американцы тоже обсуждают этот вопрос. В третьей декаде апреля в Конгрессе Соединенных Штатов обсуждался вопрос конфискации российских активов. Вот, и это еще, да, Палитенович, мы перешли на тему, что делается с конфискованными активами на правильность, на поддержку Украины. Палитенович, мы этот вопрос посмотрим отдельно, посмотрим отдельно, обязательно. Но вот сегодня в связи с нашим сегодняшним вопросом, у меня еще такой вопрос. Ведь, понимаете, вот там схема с оплатой Газпромбанку валюты на валютные счета, там евро, предположим, конвертация, вроде, да, рубли и так далее. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что Газпромбанк остается сам под возможностью нанесения ударных валютных санкций. Александр Иванович, вы тут поднимаете очень серьезный вопрос. Значит, экспорт продолжается, он наращивается. И в физическом и стоимостном выражении. Поток валюты оттуда в Россию, он не уменьшается, а нарастает. Валюта-то токсичная. И для вашего сведения, Центральный банк, он уже с конца февраля перестал выходить на валютную биржу. Он не продает и не покупает токсичную валюту. И, наверное, правильно делает. Но он, как финансовый мегагулятор, должен как-то какие-то сделать предложения и начать реализацию этих предложений. Как нам, значит, себя обезопасить, значит, продолжая торговать на токсичную валюту. Или, может быть, нам просто прекратить всякую торговлю. Или, если эта токсичная валюта, значит, поступает в Россию, ее надо как-то моментально конвертировать во что-то безопасное. Ну, а во что безопасное? Есть три варианта. Конвертировать в юань. Пока, слава богу, юань не является токсичной валютой. Понятно, что если будут большие объемы конвертации, то мы, наверное, будем терять. Потому что тут неизбежны дисконты при таких масштабных операциях. Ну, это ладно. Второй вариант – это мы могли бы и должны были бы покупать эту токсичную валюту золота на мировом рынке. Вот. И третий вариант, самый, я бы сказал, правильный вариант – это закупка каких-то жизненно необходимых товаров на мировом рынке. Понятно, что по каким-то товарам уже включен красный свет санкционный. Но многие товары еще доступны, и мы могли бы и должны были бы покупать, скажем, инвестиционные товары. Но, опять-таки, покупать инвестиционные товары можно и нужно тогда, когда мы понимаем, какой у нас стратегический план развития экономики. Нам же надо восстанавливать разрушенную промышленность. Нам же надо добиваться самодостаточности российской экономики. А для этого нужен план. А плана нету. Вот мы опять возвращаемся к вопросу экономической стратегии. Да. И, в общем-то, понимаете, очень меня тоже задевает и в какой-то мере тревожит вопрос о том, что опять собралась бригада УХ. Там только Медведева, может быть, не хватает. Или кого-то из этой тоже команды. Потому что собираются люди, которые, в сущности, суммарно, может быть, Кудрина, которые суммарно, собственно, дружно и довели до нынешнего состояния. И нашу экономическую политику, и наши золотовалютные резервы. И, в общем, требуют от этих игроков, хотя, может, было бы вспомнить Басю Крылова, а вы, друзья, как не садитесь, в музыканта не годитесь. Вот здесь странный подход, он для меня абсолютно необъясним. То есть, может быть, вот этой внутренней неуверенностью сейчас силовых башень Кремля, может быть, внимания не хватает. Может быть, действительно, оно все сконцентрировано. Но как можно людям, которые завалили, по сути дела, я буду называть вещи своими именами, завалили работу на этих вот участках государственной политики, как можно им поручать разрабатывать какие-то новые подходы? Я что-то не очень понимаю. Это очень большой вопрос, который выходит за рамки нашего обсуждения, значит, валютных механизмов. Конечно, это очень странное назначение, очень странное кадровое решение. Там же и Набиулина, там же и Силванов. Собственно, это две персоны, которые несут персональную ответственность за утрату наших валютных резервов на сумму то ли 300, то ли 350 миллиардов долларов. А, между прочим, если пересчитать все это в рубли, то это ведь годовой бюджет Российской Федерации. Ну, годовой или полугодовой, если сейчас так в уме, не могу сообразить. Но, в общем, это я даже не знаю. Мы там иногда говорим про каких-то олигархов, которые что-то там украли, несколько миллиардов рублей у государства. Ну, здесь-то, извините, украден годовой бюджет Российской Федерации. Это преступление века. Такого преступления даже трудно найти где-либо в другом государстве. Преступление века, которое по-прежнему покрыто толстой пленкой, так сказать, необъяснимого табуирования. Что-то ни было еще ни в администрации президента, этот вопрос почему-то не ставится. Ну, как будто вот он, знаете, ничего такого не случилось. Как будто это какая-то мелочь, которая не заслуживает внимания. Вот. А между тем, я не знаю, я думаю, что в любой стране мира, если бы что-то подобное случилось, да в 10 раз меньшее бы случилось. Давно бы назначили какую-нибудь думскую комиссию, назначили опытных, так сказать, следователей, которые бы начали разбираться, а как вот так сложилось, кто принимал решения, кто подписывал бумажки, кто, значит, направлял ресурсы. Ну, как минимум, отстранение от выполнения должностных обязанностей. Это уж само собой. Это настолько чрезвычайно, что даже в самых либеральных государствах это делает автоматом. Это все равно, что, знаете, в армии какой-нибудь там главнокомандующий загнал там 100 тысяч человек в болото, там их положили и погубил там огромные, огромные там воинские подразделения. То долго он просидит на своем месте? Ну, как минимум, подставка, а там и под суд. Это ответственность, это называется соответствие занимаемой должности. Здесь тишь и гладь. Это меня удивляет. Я думаю, что в ближайшее время, ну, может быть, ближайшие, я имею в виду месяцы, до конца года, мы наверняка с вами будем свидетелены того, как произойдет какая-то заморозка или конфискация накоплений у того или иного российского банка. Ведь мне даже трудно себе представить, где сейчас соседает эта валюта, поскольку, значит, валюту центральный банк не накапливает. Значит, он накапливается, а да, накапливается на балансах коммерческих банков Российской Федерации. Причем, судя по всему, не на балансах, скажем, ВТБ или Сбербанка, потому что они находятся под полными санкциями. Значит, это какие-то средненькие банки. Мы не имеем оперативной информации по поводу того, где сейчас аккумулируется эта валюта. Но я думаю, что американская финансовая разведка все это знает, и она будет наносить точечные удары. Ну, конечно. То есть это важно понять, что совершенно это нас не ограждает от повторения, продолжения, расширения вот этих заморозок, блокировок и конфискаций, поскольку мы все равно работаем с той же самой токсичной валютой. Какая разница на каких счетах коммерческих банков или центрального банка или еще где-то она накапливается. С момента начала санкционной войны до сегодняшнего дня примерно где-то уже у нас аккумулировалось 70 миллиардов долларов валютной выручки. Где она находится? Я не могу вам сказать. Центральный банк не дает оперативной информации на этот счет. Но я думаю, что финансовая разведка США точно знает, где все это находится. Ну, Валентинович, давайте тогда запасемся терпением, посмотрим, как это все будет дальше развиваться и будем дальше это комментировать непредвзято, аккуратно, культурно, но в то же время достаточно трезво и жестко. Потому что для меня, как для все-таки человека с политологическим таким бэкграундом и дипломатическим, для меня в известном смысле вот эта неопределенность. То есть очень жесткая, четкая, достаточно последовательная политика в области внешних, внешнеполитических, военных операций, ну, за исключением, может быть, примера с пресловутыми переговорами, которые тоже вел один из помощников президента. И с другой стороны, вот эта очень непонятная, размытая, какая-то мутная ситуация во внутренней политике, она все-таки вызывает у меня тревогу, потому что, знаете, это указывает либо на наличие каких-то вторых-третьих планов, о которых мы и понятия не имеем, либо на то, что действительно по-прежнему нет четкого понимания и четкой такой политической линии у силовых башен Кремля в этой области. Я бы хотел сказать, что для начала те люди, которые, значит, включены в состав этой межведомственной рабочей группы, должны хорошенько ознакомиться с этим документом. Конституция Российской Федерации. Дело в том, что здесь есть ряд статей, которые касаются вопроса валюты. По большому-то счету, значит, иностранная валюта, согласно статте 75, не должна использоваться внутри Российской Федерации. А в распоряжении президента там, например, есть такие формулировки, значит, обеспечением баланса между спросом и предложением на российском рынке валюты. Это что такое? Какой российский рынок валюты? Как понимаете? Я просто как-то в полном стопоре, потому что это уже не просто жизнедеем между тем, значит, мы воюем или мы сдаемся. А это шизофрения с точки зрения того, мы исполняем российские законы или мы их системно нарушаем. Ну и последний вопрос, Валентин Юрьевич. А currency board работает еще или нет? Как вот по вашим ощущениям? Вы знаете, currency board приказал долго жить. Не знаю, когда еще центральный банк Российской Федерации будет выходить из этой ситуации. Никаких намеков на выход из этого тупика я не слышал, не видел, не читал, как говорится. currency board – это, значит, как мы с вами говорили, центральный банк, который работает как валютный обменник, покупает иностранную валюту и под нее, значит, имитирует национальные денежные знаки. Но поскольку вся, почти вся иностранная валюта, она заморожена, а скоро она будет конфискована, понятно, что это уже не currency board. Но это и не национальный банк, потому что я не вижу признаков того, что центральный банк действительно увеличивает кредитование российской экономики. Мы с вами говорили о том, что, собственно, дыра образовалась. И, к сожалению, я не вижу признаков того, что центральный банк наращивает кредитование российской экономики, соответственно, дыра не зарастает, не заделывается. А нарастать кредитование российской экономики может быть только в том случае, если проценты по кредитам будут, как говорится, в пределах здравого смысла. А сейчас они являются просто убийственными. Так что вот полный ступор, куда ни глядь. Если они, Валентинович, если они вообще в дискурсе, вообще могут быть приемлемыми, потому что, по идее, каждый коммерческий банк, здесь даже в учетной ставке никакой четкой привязки нет. Он может ставить любые проценты, которые ему нравятся. Я это с вами согласен. Вот в Советском Союзе были банки, скажем, Промстройбанк. Промстройбанк был действительно финансовым посредником. Имитентом советского рубля был Госбанк СССР. Эти рубли передавались Промстройбанку, а Промстройбанк уже обеспечивал целевое использование этих денег в соответствии с планами, с проектами. А сегодня мы имеем в виду, что Центральный банк имитирует рубли. Эти рубли, значит, размещаются на депозитах коммерческих банков. Включается так называемый денежный мультипликатор. То есть, под каждый рубль законного платежного средства коммерческий банк имитирует, предположим, 3 новых рубля. Вот такая вот ситуация. То есть, это вот с чего надо начинать. Понимаете, у нас большое магическое просто в астрономических масштабах. Ну, как говорится, мобилизационную экономику, которая необходима для ведения той войны, глобальной войны уже между нами и Западом, которая постепенно на наших глазах разворачивается, точно не создашь. Но мы будем, по крайней мере, этот вопрос дальше обсуждать и следить за развитием событий. Валентинович, большое спасибо за этот разговор. Мне кажется, он вносит ясности. И будем читать дальнейшие комментарии и консультироваться с вами по актуальным вопросам экономической, финансовой и другой всевозможной нашей российской жизни. Спасибо вам. Мы были в беседе с Валентиновичем Катасоновым. До новых встреч.